Вкус, запах, цвет, манера подачи. Для жюри Краевой Олимпиады профмастерства важна каждая деталь. Готовя свои блюда, будущие технологи общественного питания проявили смекалку и фантазию. На всё отводилось два часа. Этого времени было вполне достаточно для того, чтобы показать свои умения. Здесь требования были такие. Приготовить блюдо, кто какой пожелает. Условия были выдвинуты из рыбы и куриное филе. Каждый разрабатывал ТТК свою, готовил блюда фантазийно. Поэтому ограничений не было никаких. Каждый приготовил то, что хотел, то, что считал нужно. Состязания проходили в дружеской атмосфере. БИСК представили три человека. Другие студенты были из Барнаула, Камня-на-Аби и Алейска. Всего шесть участников. Готовили они группами по три человека в два соревновательных дня. Для бывалых участников такая обстановка была привычной. И они не испытывали особых трудностей. Да, волнений такого не было. Как обычно, всё нормально произошло. И всё хорошо. Но если некоторым студентам состязания давались легко, то другим было непросто сориентироваться в новой для них атмосфере. Сыграл психологический момент. По моему мнению, я сильно переволновался. Потому что это мой первый конкурс вообще. Как бы в прошлом году я готовился к WorldSkills Russia тоже. Но в результате выбрали другого человека. И так на публике, грубо говоря, под таким давлением я не смог поработать. Продегустировав блюда, члены жюри остались довольны их исполнением. Внешний вид тоже порадовал. Все ребята молодцы. У всех есть своя изюминка. Все стремятся к победе. У всех есть свой стержень поварской, технологов. То есть ребята очень молодцы. Проявили себя вообще со всех положительных сторон. Конкурс есть конкурс. Поэтому победитель определён. Третье место заняла студентка Каменского агротехнического техникума. Второе за студенткой из Бийска Екатериной Зюзиной. Лучшим стал Андрей Панфёров. Тот самый участник, который посчитал, что справился с заданием недостаточно хорошо. Тем не менее жюри решило иначе. И первый блин для студента из Барнаула оказался совсем не комом. Алёна Кисеева, Андрей Сегаев. Будни. Субтитры подогнал «Симон»